Приветствую вас, автор темы. Я прочитал ваш текст, прочитал вашу тему, прочитал ваш вопрос. Вот, смотрите, Red 2018. Не совсем понятен ваш вопрос к психологу. То есть, если у вас нет девушки, то стоит запрет. Запрет на создание семьи, запрет на эмоциональную близость, на близость духовную, личностную. Вот. Часто подобные запреты идут из семьи, часто подобные запреты идут из-за комплексов, из-за неверности в себе, из-за чрезмерной концентрации на семье, на детях. Из-за того, что у человека нет своего смысла жизни, у человека нет своего собственного призвания, своего собственного пути. И у человека отсутствуют какие-то ценности, которыми он руководствуется, значит, по своей жизни. Вот. И соответственно, такая история. Вот. То есть, в основе вашей проблемы лежит, в общем-то, конкретная психологическая ситуация, которая прорабатывается и которая решается, если вы готовы это делать. Это решается и более полным оформлением вашего мужского, я так понимаю, вы мужчина, поведения. Это решается более конкретным формированием подходящего женского образа для вас. Это решается поиск ваших целей, ваших жизненных смыслов, чтобы вы не концентрировались только на семье и на детях. Это решается, возможно, эмоциональной сепарацией от матери, к которой вы по-прежнему привязаны и которая, вероятно, удерживает вас от того, чтобы вы сделали шаг вперед. Я имею ввиду своей самостоятельной жизни. Это работа с неуверенностью в себе, с самооценкой, вероятно, с подавлением ваших чувств и желаний. Понимаете? Но только при условии, если вы этого всего хотите, если вы нацелены на решение проблемы, если вы согласны с тем, что в корне лежит ваше искаженное, неверное, деструктивное представление о себе, о жизни и о женщинах. Ну, а также о семье и о детях, которые для вас наполнили вашими собственными желаниями, что является крайне-крайне нереалистичным представлением о них. Вот. Такая вот история. С точки зрения профессиональной психотерапии ответить вам можно так. Ну, если давать некую конкретную рекомендацию, то я бы сказал, что не социальные сети, не походы к проституткам, не знакомства на улицах, не дадут вам того самого, чего вы хотите. Потому что любовь, это когда два человека смотрят не на друг друга, а в одну сторону. И вам желательно так организовать свою деятельность, вашу собственную, личную, чтобы она приносила вам эмоциональную обратную связь. В результате вы создадите вокруг себя такое окружение, которое будет разделять ваши взгляды и ценности, и уже среди этого окружения вы найдете ту самую, с которой решите прожить всю свою жизнь. Но, еще раз, ни один человек, ни одно социальное образование не может быть смыслом жизни. Ну, просто потому, что любой человек многократно шире, больше, чем что-то из вышеперечисленного. То есть, по сути, сейчас вы бьетесь в закрытую дверь, которую надо открыть на себя, вы же пытаетесь открыть ее от себя. Я бы сказал, что на исключительно особом месте здесь стоит вопрос о работе с эмоциональной, с потребностной сферой, чтобы вы адекватно распознавали свои чувства и грамотно их реализовывали. Еще раз повторю, речь идет о четком понимании того, что вы хотите и что вам по-настоящему нужно. Вот. Здесь не берется в расчет сексуальная потребность в чистом виде, которую вы можете удовлетворять, в том числе и с проституткой. В этом ничего плохого нет. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. И еще раз, я бы хотел, чтобы вы сформулировали свой запрос к специалистам, сформулировали свой запрос к психологу. А если у вас его нет, то, соответственно, нужно в беседе его сформулировать. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Продолжение следует...